доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити был задан мне краткий вопрос что такое нормативы что такое нормы нашел я свою старую презентацию не помню какого года то ли 2015 то ли 2016 года неважно важно что сейчас на ваших глазах на ваших экранах вы можете видеть эти самые нормативы нормативы здесь представлены по двум методикам обратите внимание по ммпи и по 16 факторному личностному опроснику причем норматив представлен не по методике березина а по методике сопчик людмилы николаевны мил не смел березинский а мил итак нормативы психодиагностических и психологических методик рассчитанная для оперативного персонала мужчины и недопустимой величины прогностически значимых значений самое главное во всей этой таблице это вот эти значения столбик это средняя то есть представьте себе что мы получаем массу большую базу данных собираем там в excel в spss статистика собираем базу данных это много цифр это такие большие огромные развертки таблиц excel статистики цифры 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 столбиками и соответственно достаточно быстро с помощью вот этих самых программ специализированных да даже банального экселя вы сами можете это все проделать вы можете рассчитать среднее для каких-то переменных то есть для ряда переменных посчитали среднее предположим по шкале лжи по методике смел ммп и другими словами будем говорить так и соответственно выявили по нескольким тысячам человек как это у нас лаборатории происходит в год несколько тысяч человек мы обследуем соответственно мы видим среднее значение по большому объему выборки так называемому конечно их там дифференцируем по возрасту по полу значит по каким-то профессиональным профессиональному статусу и так далее неважно это все частности конкретика главное что мы получаем на большом объеме выборки получаем среднее значение затем существует простая формула расчета так называемого сигма да то есть средне квадратичного отклонения и вот от этого самого среднего мы отчитываем на основе большой объема выборки мы рассчитываем среднее значение по элементарной формуле расчета двух средних квадратичных отклонений двух подчеркнул и соответственно получаем верхнюю и нижнюю границу норма вот здесь это не указаны верхняя граница нормы нижняя граница нормы соответственно если человек выходит за данные показатели то есть мы можем построить такой график диаграмму где будет отображено среднее значение а выше него этого среднего значения будут идти средняя граница нижняя граница вернее и верхняя граница нормы и дальнейшем мы опираемся на эти константы для нас они становятся эти результаты константами мы на них опираемся в оценке определенного круга лиц опять же дифференцируя их по возрасту полу профессиональным качеством и так далее и тому подобным вещам одним словом в общем не боги горшки обжигают все достаточно достаточно просто это самый примитивный который можно себе представить анализ помимо каких-то статистических дальнейших методов исследований игры с различными методиками мы получаем результаты не только по mmpi 16 факторному там еще каким-то нескольким десяткам методикам мы соответственно можем проводить какой-то статистически более высокого уровня анализ но база всего этого это огромный массив данных переменных и соответственно мы их анализируем элементарным простейшим способом получаем среднее значение откладываем среднеквадратичные отклонения два среднеквадратичных отклонения и получаем вот эти самые границы нормы и тут даже вот подписано испытуемые да то есть обследуемые не должны выходить за рамками нормы другими словами средние вот эта граница которая получается когда мы строим эти графики в конечном итоге мы видим эту границу норму вот так вот просто и ничего сложного в это нет маленький вопрос маленький ответ будет интересно задавайте вопросы под в этим под этим видео расширю этот ответ по возможности на этом все благодарю за внимание и удачи вам